Здравствуйте! Разрешите? Добро пожаловать, добро пожаловать, мои хорошие. Глядя на эту активную, улыбающуюся женщину, с трудом верится, что ей уже 90. С этой солидной датой жительницу Развилки Екатерину Дмитриевну Кабанову сегодня поздравили не только родные и близкие. Вас поздравляет, смотрите, написано Москва, Кремль, поздравляет Владимир Владимирович Путин с вашим большим юбилеем. Екатерина Дмитриевна не смогла сдержать слез, когда глава поселения Развилковская Марина Комардина зачитала ей поздравления от президента России. А уж остальные подарки и вовсе смутили юбиляра. Екатерине Дмитриевне передали поздравления от главы муниципалитета и юбилейную медаль в честь 90-летия Ленинского района. Для нас это почетная миссия прийти в этот день, поздравить наших дорогих, замечательных людей, которые вложили всю душу, все свои силы в развитие нашей страны, в ее восстановление послевоенные годы. И я думаю, что это яркий пример для нашего подрастающего поколения, для нашей молодежи. Она родилась в селе Курапово Липецкой области. Когда началась война, ей было всего 12. Тогда же берет начало и ее трудовая деятельность. Дети в те годы работали наравне со взрослыми. Они умели трудиться, но умели отдыхать, уверяет именинница. У нас была гармония, это называли свечерки. В праздничные дни мы собирались в каком-нибудь большой дом так выбирали, как бы зал такой. И вот у нас молодежь, там сколько, 15-20 человек, мы собирались в гармонии играть, мы пресали и пели. Потом была радость о долгожданной победе и работе в совхозе. А затем переезд в Москву и строительство газопровода Москва-Серпухов. В развилке Екатерина Дмитриевна живет с 1951 года. Здесь познакомилась с мужем и родились ее дети, сын и дочь. Сейчас у нашей героини четверо внуков и девять правнуков. У меня такая жизнь. Как бы и тяжелая, но все равно не унывающая, радостная. Я и по сейчас вот так же, где собираемся, я могу и спеть, и сплясать. За свою долгую жизнь наша героиня успела поработать и кондуктором, и уборщицей, и кладовщицей, и озеленителем. На пенсию вышла только в 70 лет. И сейчас, в свои 90, она сама ходит в магазин, готовит и убирает в квартире, а летом работает на огороде. Я сама не верю, что мне 90. Вот такие годы большие мои хорошие, хорошие годы. И я вот от всей души желаю вам прожить столько же лет, трудиться, труд облагораживать человека. Много трудиться и активно отдыхать – таков секрет долголетия Екатерины Дмитриевны. И глядя на эту молодую и неунывающую женщину, в свои 90 лет продолжающую вести активный образ жизни, с ней невозможно не согласиться. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видно этого.